И снова здравствуйте, это Украла ТВ, мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гейтман и медицинский центр «Призма». Основные связи Юрий Фёдоров, которого мы страшно рады видеть, известный военный эксперт. Юрий, здравствуйте, спасибо большое, что вы нашли время для нас сегодня. Доброго дня, здравствуйте, рад вас видеть. Спасибо. Юрий, ну, если позволите, давайте начнем традиционно с вашего видения ситуации на фронтах, ну, а потом подготовила для вас тоже несколько вопросов. Хорошо. Что касается ситуации на фронтах, я думаю, что она достаточно хорошо известна слушателям и зрителям канала, о ней много говорят и пишут в Украине, и не только в Украине. Суть сводится к следующему. Вооруженные силы Украины добились определенных успехов. Во-первых, под Бахмутом на южном фланге взяты под контроль два очень важных в стратегическом плане населенных пункта или, ну, скажем так, того, что осталось от этих населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. По всем картам, по всем сообщениям видно, что эти населенные пункты уже полностью под контролем вооруженных сил Украины. Это важно, потому что Андреевка контролирует, в зоне Андреевки, как я понимаю, вооруженные силы Украины прошли через определенную линию обороны русских войск, сумев пересечь или пройти через железнодорожную линию. Линия эта, естественно, не использовалась, но такие железнодорожные коммуникации, железнодорожные магистрали со всеми насыпами и так далее, очень удобны для организации обороны. И если вооруженные силы Украины прошли через железнодорожную линию, значит, они уже вышли на более широкое пространство, где можно уже, так сказать, более или менее успешно проводить целый ряд операций. Правда, ну, есть сведения о том, что русские выстроили или выстраивают еще фортификационные сооружения, оборонные сооружения вдоль шоссейной дороги, шоссе, которая идет из Бахмута в Горловку. Это не самое такое крупное, не самое широкое шоссе, но, тем не менее, дорога с твердым покрытием, и она действительно удобна для обороны, поскольку выполняет роль своего рода ракады или ракадной дороги, когда той дороги, которая выстраивается вдоль линии фронта или вдоль линии соприкосновений, и, соответственно, позволяет перевозить войска, военное снаряжение, боеприпасы и так далее вдоль этой линии, вдоль линии соприкосновений, и, соответственно, в любую точку, где они необходимы в тот или иной конкретный момент. Так что это, в общем, фактор, который нужно иметь в виду, но, тем не менее, взятие Андреевки – это действительно крупный успех вооруженных сил Украины. То же самое можно сказать по отношению к Лещиевке, хотя там значение этого пункта, населенного пункта, немножко другое, он контролирует подход или оборону высот, которые находятся буквально рядом, чуть к северо-западу от Клещеевки, там начинаются высоты, а на высотах можно разместить, очень удобно разместить артиллерийские батареи, которые будут держать под обстрелом и Бахмут, и, соответственно, группировку русских войск в Бахмуте, и коммуникации, которые связывают Бахмут с другими частями оккупированной Донецкой области, по которым проходит снабжение вот той русской группировки, которая в этом городе находится. Так что это серьезный успех. Успех особенно впечатляющий на фоне того, что, как сообщали генеральный штаб ВСУ, под Бахмутом российские войска сосредоточили очень крупную группировку, более 50 тысяч личного состава, ну и соответствующее количество танков, другой бронетехники, артиллерии, ну конкретно речь идет о сотнях единиц этих вооружений, но тем не менее успех достигнут, и это важно. Кроме того, это означает, что те российские силы, которые сконцентрированы около Бахмута, они не могут быть использованы в Запорожской области, а именно там разворачиваются самые острые, самые важные сражения нынешнего этапа войны. Я имею в виду продвижение вооруженных сил Украины в треугольнике работное Новопрокоповка-Вербово, или Вербово, вербовое по-русски. Там пройдена, ну это уже давно, она пройдена, первая линия обороны, оборонных сооружений, и в ряде случаев, если иметь в виду направление на вербовое, пройдена уже и вторая линия обороны, и сейчас, ну это видно на картах, где они обозначены, эти линии обороны, и идут сражения буквально на линии обороны уже при продвижении к югу, уже к югу, по направлению на Токмак, примерно несколько к востоку от Новопрокоповки. Да, вот основные, такие наиболее острые, наиболее важные очаги боевых столкновений. Это одна сторона дела, другая сторона дела заключается в том, что несмотря на неудачи, которые преследовали русские войска на Восточном фронте, ну точнее на том участке Восточного фронта, который проходит в Луганск, который находится в Луганской области, или на пограничье, на линии разделения Луганская и Харьковской областей, я имею в виду два направления, два направления на Купинск, это на севере этого участка, и направление на Лиман, это на юге этого участка, уже на протяжении полутора месяцев, с середины июля, ну да, уже практически полтора месяца, русские войска пытаются, там сосредоточена очень крупная группировка, порядка 120 тысяч личного состава под соответствующее количество танков, опять-таки это сотни танков, сотни артиллерийских стволов и так далее, и вот это наступление, которое русский генштаб там замыслил и осуществляет, оно тем не менее никаким успехом не привело, линия фронта там удивительно стабильна, ну если там можно говорить иногда о том, о очень небольших продвижениях русских войск вперед, под Купинском, но это буквально исчисляется, ну может быть один километр, может чуть больше, это не решает никаких проблем, то же самое происходит под Кременной, там нет продвижения, в общем вот повторяю, вот эта стабильность линии фронта в этом, на этом участке, несмотря на сосредоточение колоссальных по масштабам этой войны сил со стороны России, как раз свидетельствует о качественном, я бы сказал так, качественном превосходстве вооруженных сил Украины, потому что количественном отношении у них. Юрий, позвольте небольшое уточнение вот по Купинскому именно направлению, как вам кажется, чего по большому счету хотело бы добиться здесь командование российских войск, какие у них в принципе могли бы быть планы, на что они могли бы рассчитывать, и на что они рассчитывают наверняка, потому что действительно, вы тоже не раз говорили, что там огромная армия сосредоточена, и какие есть перспективы, просто с точки зрения военного какого-то дела, что там возможно, чего они могут добиться? Чего хочет добиться российский генеральный штаб, российское военное командование, честно говоря, я не знаю, потому что в другом месте живу и работаю, но по логике вещей, видите, скорее всего, там действуют все-таки политические факторы, то есть, ну, мы уже говорили, по-моему, и как минимум один раз, но, думаю, нужно повторить, суть в том, что Купинск был символом поражения России во время, осенью прошлого года, вот как раз, ну, вот год назад, когда была освобождена Харьковская область в результате совершенно блестящей операции ОСУ, Купинск стал символом, ну, во-первых, это было одно из наиболее болезненных потерь, одна из наиболее болезненных потерь России, взятие Купинска вооруженными силами Украины, болезненным в том, поскольку это важный железнодорожный узел, через который шло снабжение, ну, в том числе шло снабжение российских войск в Донецкой и Луганской областях, но помимо этого, это был, стало еще и, вот, имеет символическое значение, да, это символ поражения России, и, соответственно, важно его нейтрализовать, важно взять его назад и сказать, да, тогда мы потерпели поражение, но вот сейчас мы взяли реванш, добились реванша, и это, ну, помимо пропагандистского значения для руководства, для командования российских войск и вообще российской армии, российских вооруженных сил, это еще и одно из, один из инструментов, один из способов сохранения своих позиций в России, потому как все время идут, задают вопросы, и в том числе уже даже публично в телеграм-каналах, так называемые Z-военкоры, турбопатриоты, они, в общем, не разу дают вопросы, а почему же то командование, то военное руководство, Шойгу, Герасимов и прочие, и прочие находятся на своих постах, если они терпят поражение за поражением, а успехов у них нет. Успехи, собственно, вот за, после взятия севера Донецка или Сечанска, ну, какой был успех? Только один, взятие Бахмута, но Бахмут, во-первых, сейчас окружается и реализуется, вот то, что называется, планом Сырского, и это, в общем, очевидно, совершенно уже стало пировой победой, потому что там группировка в Бахмуте может оказаться в окружении, а во-вторых, эта победа была достигнута не регулярной армии, а достигнута была пригожинскими вагнеровцами, раз так, и этот тезис муссируется как раз каналами, связанными с группой Вагнера, ну, с остатками группы Вагнера, и с теми людьми в военной сфере в России, которые, в общем, симпатизируют, симпатизировали Пригожину, пока он был жив, и вообще выступают вот с такими ультрамилитаристскими, абсолютно воинственными заявлениями, и есть даже люди, которые это, известные люди, которые это делают, так вот, на вот эти круги требуют победы во что бы то ни стало, а победы для этого, они требуют всеобщей мобилизации, перехода к объявлению войны, объявлению военного положения, то есть переводу всей экономики под госконтроль, не просто под госконтроль, только под контроль военных властей, ну, и вот, значит, массовой мобилизации и так далее и тому подобное, и обвиняют и военное командование, и косвенно Путина в том, что они не предпринимают все необходимое для того, чтобы расправиться с Украиной, и раз и навсегда, вот такая у них позиция, это не раз высказывал некто Теплинский, это командующий ВДВ, известный противник Шуйгу и Герасимова, но противник, может быть, еще более опасный для Украины, вообще для всех разумных людей, просто потому, что он их критикует с предельно милитаристских позиций, а у Теплинского есть немало сторонников и последователей в российской армии, особенно в воздушно-десантных войсках. Ну вот, так что для нынешнего командования, для Герасимова того же, для Шуйгу, взять Купинска было бы успехом еще и с точки зрения сохранения своего положения в военной иерархии, в военной системе. Ну, они могут сказать, ну вот видите, мы, да, тогда вот такая неудача произошла, а теперь, но мы купировали это все, мы взяли назад, вот какие мы молодцы. Ну и, наконец, совершенно понятно, об этом многие говорили, и совершенно правильно говорили, что наступление на Купинск, как и наступление на Лиман и потом, возможно, на Изюм, но это в перспективе, это сугубо потенциальная такая гипотетическая возможность, это оттягивание войск вооруженных сил Украины с решающего направления, направления на Катмат, Мелитополь, ну, а если повезет, но это уже, видимо, будущий год, новая фаза наступления на, значит, выход, по отступам к Крыму. Так что вот, я вижу, вот, смысл наступления на Купинск. В военном смысле это мало что дает. Ну, хорошо, ну, войдут в восточную часть Купинска, натолкнутся на Оскол, на речку Оскол. Там на западном берегу более высокий берег форсировать, пусть эта речка небольшая, но все равно форсировать ее, это, знаете, удовольствие ниже среднего. Юрий, раз уж вы вспомнили о вагнеровцах или те, кто остались, да, от этой группы, я правильно понимаю, что по большому счету этой группы уже нет, и что эти люди рассосредоточены в разных частях, в разных войсках, или все-таки они еще как-то существуют? Нет, я думаю, что вагнеровцев, вагнер или ЧВК вагнер, как субъект, военный и военно-политический субъект, его больше не существует, по крайней мере, в России и в Белоруссии, но говорят, что в Белоруссии осталось около тысячи этих вагнеровцев, было там на пике, незадолго до убийства Пригожина там было, ну, насчитывалось где-то 5-6 тысяч, это, в общем, значительный по белорусским меркам контингент, но они как-то рассосались, кто отправился в Африку или там куда-то еще за пределы Европы, кто-то отправился в Россию, тут уж по-разному у них могло сложиться, ну, кто-то отправился пропивать заработанные деньги, кто-то нанялся в другие частные военные компании, на их, они сейчас как грибы растут в России, это и компания, которая при Шойгу существует, есть компания в Крыму с интересным названием, знаете, при Аксенове она называется «Конвой», что-то такое вот гулаговское, такой тюремный такой какой-то оттенок имеет, почему «Конвой», не знаю, но может быть Аксенову так нравится конвоировать кого-нибудь, ну, и есть и много других, это те люди, которые отправились в Россию, но другие, значит, их отправляют еще, их вербуют и отправляют в Африку, а там складывается очень сложная для России ситуация, потому что вот Мали, на севере Мали, там три, есть такой район, где сходятся границы трех государств, и все три, и два из них это союзники России, это Мали и Буркина-Фасо, это такие там совершенно пророссийские режимы, они выгоняют, стараются выгнать французские войска, и теперь Нигерия, там третье государство, там тоже переворот какой-то антифранцузский, в общем, там сложилась очень неприятная для этих людей ситуация, потому что Туареги, население вот этого так называемого Сахеля, это южная часть Сахары, это между Сахарой и, собственно, пустыней, и вот этим поясом уже тропической Африки, так вот, там, значит, движение Туарегов, оно в очередной раз объявило войну, в данном случае правительство Мали, правительство Мали с ними справиться не может, туда нужно перебрасывать кого-то, там какая-то часть, какая-то группа вагнеровцев, она присутствует, но теперь без Пригожина непонятно кому они подчиняются и кто их финансирует, само правительство Мали их финансировать не может, она очень бедная, значит, нужно для того, чтобы их удержать, а желательно и туда побольше направить этих наемников, значит, нужны деньги, нужна военная техника и так далее, так вот в Мали сейчас, по-моему, еще не вернулась в Москву очень большая делегация российская военных и там, видимо, ФСБшников, в том числе там генерал Суровикин в ней был замечен, вот они, как я понимаю, они, главная их идея, во-первых, поставить под контроль Москвы ту часть вагнеровцев, которая там уже есть, и во-вторых, договориться о том, как и каких наемников туда дальше перебросить, видимо, прежде всего вагнеровцев, но они в основном все-таки имеют какой-то африканский опыт и, соответственно, наиболее пригодны для операции там, так что я так думаю, что, ну, во-первых, не думаю, а точно это известно, что идет борьба за наследие пригожных, то, какие части вот этой распадающейся группировки будут контролировать, кто будет, ну, помимо этого идет борьба за контроль над бизнес-империей пригожных, но это отдельный разговор, я там мало что понимаю, а вот вагнеровцы, да, они нужны, нужны прежде всего в Африке. Вот как удастся Москве их туда отправить, поставить под контроль, начать финансировать или не удастся, вот такая проблема стоит перед российской властью. Стало известно, что Россия формирует 25-ю общевойсковую армию, отдельное подразделение, которое уже переброшено на Купинско-Алиманское направление, формирует 18-ю армию на базе 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота Российской Федерации. И в этом смысле возникает вопрос, насколько Россия способна сейчас создавать вот эти армии, насколько она быстро может это делать, насколько она технически подготовлена и так далее. И, наверное, от того, насколько быстро она будет способна это делать, наверное, по-прежнему будет зависеть ситуация на фронтах или это уже вопрос, скажем, следующего года? Нет, я думаю, что это вопрос следующего года. Дело в том, что сформировать армию это очень сложная организационная задача, потому что, ну, помимо всего прочего, помимо того, что нужно набрать личный состав, то есть, рядовых, сержантов и так далее, нужно иметь достаточно большой офицерский корпус. Откуда его взять? Значит, вот его набирают с Бору по соседке. Ну, видите, армия, прежде всего, что такое армия? Это не просто там какое-то количество бригады или дивизий, ну, это органы управления. Значит, армия, в отличие, если это новая армия, это новые армии, значит, туда отправляют людей, ну, либо добровольцев, подписавших контракт, либо призывников, вот, осенний призыв будет, и, соответственно, да, личный состав можно набрать. Непонятно, какой состав этой армии, потому что армия, это несколько бригад, как минимум, несколько бригад или несколько дивизий, это так очень громко звучит армия. Армия, это объединение нескольких там трех, четырех боевых дивизий, то есть мотострелковых или там танковых, ну, и, соответственно, все службы и все войска, которые предназначены для поддержки и обеспечения, теловые, разведывательные, там, инженерные и так далее. Но создать можно, но для создания нужен, повторяю, офицерский корпус, а его нет. Ну, вот где его взять? Значит, его можно либо готовить в военных училищах, либо набирать из офицеров запаса, которые призывают, но многие из них вообще кончили просто военные кафедры, не имеют опыта военной службы реального, либо это люди, которые ушли на пенсию или там ушли из военной службы по тем или иным, ну, нашли какое-то более привлекательное занятие. Сколько их наберут, это вопрос открытый. Так что, наверное, когда-нибудь смогут набрать, подготовить и командный состав, и рядовой, но это непростое дело. Так что, я думаю, что это все готовится, это все задело на будущий год, и, соответственно, мы будем посмотреть, как в будущем году будет складываться ситуация. Об Атакамсах, простите, об Атакамсах, хоть президент Украины и сказал, что мы где-то на пути согласования с Америкой поставок Атакамс, но пока ничего об этом неизвестно. Рамштайн закончился вчера, и ни о каких ракетах, дальности, которая нам нужна, речь опять не шла. И когда Остина попросили прокомментировать, то он как бы ушел от этого вопроса и сказал, что сейчас мы занимаемся более насущными проблемами. Считаете ли вы, что если до конца какого-то этого месяца мы не получим Атакамс или что-то сопоставимое с Атакамс, то это серьезно отразится на наступательных возможностях, которые у Украины сохраняются еще на время, пока погода позволит активно двигаться вперед? Я бы не стал здесь как-то увязывать это возможное получение или не получение Атакамс с перспективой действий вооруженных сил Украины в течение ближайшего месяца. потому что погода позволит проводить активные наступательные операции где-то наверное до конца октября. Ну, там это все от Господа Бога зависит, как он там распорядится с дождями, но в среднем все-таки наверное это конец октября, но будем условно считать 1 ноября. До этого момента осталось сколько у нас? 5 недель фактически может чуть больше. Даже если сегодня и завтра или послезавтра президент Байден подпишет соответствующее распоряжение, соответствующий документ, когда эти ракеты прибудут, а то еще там неделя другая, но не неделя другая, наверное 2-3 может быть недели, пока их погрузят, пока доставят, пока развернут на позициях, это первый вопрос. Второй вопрос, а сколько таких ракет доставят в первой партии, если будет принято решение, мы этого не знаем. Теперь, для чего эти ракеты нужны? Они нужны для того, чтобы поражать и уничтожать военные объекты на оккупированных территориях Украины за пределами примерно 70-километровой полосы вдоль нынешней линии фронта. Почему это 70-километровая полоса? Потому, что это дальность действия хаймерсов. Вот хаймерсы могут поражать достаточно успешно цели на расстоянии нынешние ракеты для этих хаймерсов могут летать на расстоянии до 80-километров, поскольку их нельзя прямо непосредственно к линии фронта придвигать или где-то размещать, значит, нужно на каком-то расстоянии, будем считать, в среднем 70-километров. Эта полоса уже в этой полосе уже русские давно оттуда вывели и в основном командные центры, командования, управления, склады и прочее. Осталось, конечно, железнодорожные узлы и логистические узлы, но их просто передвинуть невозможно, железную дорогу не перебросите куда-нибудь. Да, а вот и куда их перебросили? Вот на то расстояние, куда хаймерсы не разбивают. Соответственно, атакамсы могут туда долетать. Но в отличие от хаймерсов, потенциальное количество атакамсов, которые может получить Украина, это максимум несколько сот. Снарядов для хаймерсов исчисляются тысячами, а хаймерсы это сотни. То есть, их нужно использовать по наиболее важным объектам. Я поэтому не стал бы связывать непосредственно успехи ВСУ по направлению на Токмак и дальше на Мелитополь с поставками хаймерсов. Этих атакамсов. Они нужны, они очень нужны, потому что когда они будут получены, тогда перед российским командой станет задача вывода тех самых объектов, которые становятся для них первоочередной целью, но выводов куда? На расстоянии как минимум 165 километров от линии, потому что это дальность самых тех ракет, тех ракет вот этой категории, которые самая минимальная дальность этой модификации, самой старой модификации этих ракет. Значит, остается, что за пределами 165 километровой полосы остается, если эти ракеты размещаются примерно равномерно вдоль всей линии фронта, остается Крым, остается несколько самых восточных районов Донецкой и Луганской областей. Либо нужно убирать уже на территорию России все это хозяйство. Вот это, но это уже перспективы будущего наступления, я бы сказал. Потому что так вот просто, если будут получены несколько десятков таких ракет, ну, израсходовать их на поражение каких-то тактических целей, наверное, это было бы неверно. Вот сочетание атакмусов F-16 и, возможно, новой бронеттехники, которая будет получена, а я думаю, она будет получена в зимние месяцы, в осенне-зимние месяцы, вот это может создать задел для очень успешного наступления в СУ в будущем году, весной будущего года. Юрий, я даже вот не знаю, как вы прокомментируете следующую тему, но просто меня она несколько удивила, и я вот хотела, если можно, все-таки ее с вами каким-то образом обсудить. Оказалось, что Украина столкнулась с совершенно неожиданной проблемой, а возможно военные знали об этом, но мы, те, кто сидит тут в тылу и пытается анализировать ситуацию, не знали об этом. Дефенс экспресс написал об этом, достаточно аргументированно они занимались исследованием этого вопроса. И так возникла большая проблема, которая стала публичной во время передачи очередной партии из 10 машин, танков, которые передавались от наших западных партнеров. И дело в том, что в конце августа эта проблема была объявлена, дело в том, что танки леопарды фактически остались в Польше, пишет об этом Шпигель, и украинская сторона решила их не принимать. Причина изношенности этих танков, потому что эти леопард-1 использовались для обучения, поэтому они требуют ремонта, но запасных частей, как и имеющихся специалистов, получается, в Германии нет, а в Украине получается тем более, и аналогичные проблемы уже проявились с машинами, переданными ранее, и некоторые из них уже вышли из строя. При этом об их использовании в боях неизвестно ничего, то есть вполне возможно, что возможно эти танки сломались еще в тылу. И, как пишет Шпигель, Министерство обороны Германии сейчас пытается решить вопрос путем ускорения подготовки технических специалистов, при этом таким образом, чтобы подготовленные в Германии специалисты потом готовили новых уже в Украине. Это, честно говоря, для меня было несколько неожиданно, потому что у нас какая ассоциация? Ну, раз техника Запада, значит, прямо сразу на фронт, новенькая, свеженькая. Оказывается, ситуация выглядит совершенно по-другому иногда. Печальная история, конечно, о чем она говорит? О том, что западные союзники не всегда добросовестно подходят к выполнению тех обязательств, которые они на себя взяли. Частично это можно объяснить, наверное, просто свойственным всем людям головотяпством. И если мы же не будем считать, что не можем считать, что все чиновники военного ведомства Германии или, допустим, там какой-то другой европейской страны, которая владела этими танками, я не помню, откуда они были, то ли они немецкие изначально, то ли откуда-то еще были получены и вот через Германию были, значит, попытались сучить вооруженным силам Украины. Ну да, люди могут быть далеко не всегда полностью порядочными, а у высших руководителей той же Германии они просто могут руки не доходить до этого. Да, ну, печальные факты, я думаю, не единичные, я думаю, что таких фактов в общем набиралось и может набраться довольно, не то, чтобы довольно много, но, по крайней мере, это может иметь место. Ну, обычная вот такая чиновничья безответственность и желание решить проблему максимально быстро минимальными средствами, минимальными усилиями. но представьте себе, вот есть некие там некие офицеры, даже может быть не офицеры, а гражданский чиновник, которому поручено найти танки для Украины. Он ищет их во всех частях, в частях ему могут сказать, да, у нас есть вот танк, который мы уже хотим списывать за ненадобностью из-за того, что он изношен и там возиться с него, восстанавливать его очень долго, возникает искушение, ну, давайте, давайте нам этот танк, мы его, значит, постараемся вот так вот отправить в Украину. Безобразие, ну, что я могу сказать, безобразие, безответственность свойственны людям вообще, ну, а поскольку не все, давайте опять же говорить правду, далеко не все в том же самом Бундесвере глубоко убеждены в том, что нужно во что бы то ни стало помочь Украине справиться с российской агрессией. Да, есть это все, вот все это есть, и, кстати говоря, я не уверен в том, что, не могу быть полностью уверенным в том, что вот задержки с поставками Атакансов, на ней тоже могут быть связаны с тем, что кто-то из близких к Байдену людей внушает ему, а вообще, а нужно ли это делать, а может быть, лучше и не делать, а может быть, лучше не раздражать Владимира Путина, а то он обидится как-то вот и что-нибудь такое учинит. Все это есть, и вот это большие сложности, это создает большие сложности и будет создавать для того, чтобы помочь Украине справиться с российской агрессией как можно быстрее. Многим людям, ну, не многим, скажем так, но есть люди на Западе, которым это все равно, которым их собственное положение в бюрократии, в бюрократической системе важнее, чем решение этих проблем. Ну, вот и все. Юрий, я ведь вот почему спросила, считаете ли вы, что если бы поставки оружия были другими, то результат вот этого этапа наступления, который сейчас продолжается, тоже был бы другим, учитывая вот все, что есть, учитывая сейчас тактику, которую применяют украинские войска, является ли эта тактика вынужденной, когда мы малыми группами, пехотными пытаемся прорываться и так далее, или все равно независимо от того, было бы у нас больше танков или еще чего-то, мы все равно не можем полной степени их использовать, потому что вынуждены пробираться через эти минные поля и так далее. То есть, могло ли оружие, которое поставили бы вовремя и в том нужном количестве, которое нужно, по-другому обозначить результат уже на сегодня нашего наступления? Да, конечно, могло бы, потому что еще в декабре прошлого года было опубликовано, по-моему, в экономисте принципиальное совершенно интервью Залужного, а до этого была опубликована статья Залужного и Забродского, это был, по-моему, сентябрь или октябрь прошлого года, вот год назад, в котором там было открыто написано, что, ну, о какой операции может идти речь, имелась в виду наступательная операция, какую операцию я могу проводить, если у меня нет вооружений, нет для этого необходимых вооружений, вот одна операция, которую он там прямо назвал, что для одной операции, которая тогда готовилась, он сказал, сейчас готовится, о которой вы услышите, мне нужно там 300 танков и так далее, вот это вот известные были цифры, он получил 250 танков, из которых, ну, вполне возможно, далеко не все можно было сразу отправить на фронт. Вот, вот и ответ он, собственно, был, если о Забродских заложенном писали о том, что, да, для успешных операций нам нужно иметь несколько группировок, несколько группировок по 10-20 бригад в каждой, вот, эти цифры очень хорошо тогда звучали, что такое 10, вот, группировка, подготовленная весной этого года для наступления в Запорожской области, это как раз вот, там, 10 или 12 бригад, а Забродские заложены, писали о том, что нужно несколько группировок по 10-20 бригад, но эти группировки можно создать, личный состав есть, его можно научить, в Украине есть личный состав, но нет оружия, нет танков, бронемашин и так далее, которыми они могут воевать, вот, вот ответ на этот вопрос, было бы больше, значит, было бы, были бы другие результаты, может быть, были бы результаты более быстрыми, потому что тоже ведь эти минные поля, они моментально были заложены, их тоже закладывали в течение нескольких месяцев, значит, если бы наступление началось не в начале июня, а в начале, скажем, мая, когда там земля уже подсохла, значит, тогда прошли бы эти минные поля с меньшими потерями, и кроме танков нужны были, нужны еще и машины разминирования, вот это вот, кстати говоря, один из ключевых вопросов, оказалось, что машины разминирования не менее важны, чем танки, потому что эти машины разминирования прокладывают проходы в минных полях, и тогда, вот если этих машин было бы больше, тогда и танки могли бы быстрее пройти и с меньшими потерями, и не нужно было разбивать эти бригады на отдельные вот такие минимальные группы, по 10-12 человек в каждом, в каждой, которые ползком пробирались через минные поля и прокладывали эти проходы, да, были у западных союзников возможности, были, танков Абрамс на столовском хранении в Соединенных Штатах насчитывается около двух тысяч, ну вот, вот, вот ответ, почему их не отдали, это вопрос Костину, Байдену, ко всем тем людям, которые готовили и принимали решения. Ну, и я так понимаю, что в любом случае, вот, активных наступательных действий, если опираться на погоду, остается времени и так много для активных наступательных действий, и можем ли мы тогда снова оказаться в ситуации, мы с вами тоже уже об этом говорили, что все так или иначе остановятся в какой-то момент и Россия снова получит возможность перегруппироваться, снова перезаминировать минные поля, снова построить какие-то новые укрепления, или все-таки этот раз Украина не может себе позволить остановиться и будет идти уже независимо от всего, ну, по крайней мере, мы не раз это слышали от президента, но непонятно, как одно дело воли, а другое дело военные возможности и все прочие вещи, да, и вот вы там вспоминали дорогу на Горловку, кстати, да, я правильно понимаю, что если, например, погода плохая, то в принципе можно воевать там, где дороги более-менее принятны, или нет, или так это не работает, когда война? Нет, ну, так, конечно, работает, потому что если бои идут где-то в урбанизированной зоне, в зоне городской застройки, там действительно, ну, не вся, конечно, земля покрыта асфальтом, но дороги-то покрыты, дороги асфальтированы или забетонированы, я уж не знаю, значит, там распутиться, она, в общем, ну, затрудняет, наверное, ну, минимально затрудняет движение войск и, соответственно, борьбу за за вот это вот городские поселения, посмотрите, весной шли, во время весенней распутницы шли ожесточенные бои за Бахмалом, и никакая распутница не мешала этим боям, если боевые действия выходили за пределы уже городской черты, там, где плотность дорожной сети гораздо меньше, там, естественно, все это, все гораздо сложнее, в городских условиях можно, можно воевать, что касается движения к югу, вот, из-под Орехова к югу, тут вопрос открытый, ну, да, и Зеленский, и, по-моему, и Буданов говорили о том, что вообще никакой вот этой осенней паузы быть не может, ну, трудно ведь сказать, там как раз под, из-под Орехова вот движение на Токмак, там, там не так много дорог, как я понимаю, скорее, вот такая сельскохозяйственная местность, поля, и вот по полям, ну, а бы по полям бронетехника ехать, двигается с трудом, колесная техника вообще двигаться не может, ну, вот и ответ, не знаю. Другой вопрос, успеют ли русские воспользоваться этой возможной паузой для того, чтобы там нагородить опять все эти, значит, траншеи выкопать и нагородить все эти оборонные сооружения и минные поля заложить. все зависит от времени. Если это продлится пауза несколько месяцев, успеют, если она продлится месяц-полтора, может быть, все это будет не так уж страшно, не такие уж мощные все эти заграждения можно устроить. Юрий, спасибо большое, спасибо, что были сегодня с нами, мы вам очень за это благодарны, спасибо. Я за что, спасибо вам. Юрий Федоров был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно признательны. И, конечно, благодарны вам, наши спонсоры на платформе и патреон. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok